В этом видео мы расскажем о функции BitCandown, обратного отсчета бит. С помощью этой функции производится обратный отсчет до намеченных точек. Это полезная вещь, так как функция микширования будет полностью вами контролироваться. Сначала вам нужно убедиться, что вы находитесь в режиме необходимого отображения дисплея, там, где отображается график трека. Для выбора режимов над дисплеем есть кнопки. Счетчик бит находится наверху дисплея, около фейзметра, а точки отображаются внизу на графике трека. Для установки точки найдите нужное место, нажмите Q и Memory. Точка появится на дисплее. Максимум за 64 такта до точки счетчик бит автоматически активируется. Мы можем двигаться от одной точки к другой с помощью кнопок навигации, и когда вы нажмете Play, плеер начнет воспроизведение с выбранной точки. Если вам нужно стереть точку, то установите курсор на нее и нажмите Delete. Теперь вы можете установить точки в программе Rekordbox. Это делается так же, как и в плеере. Найдите нужное место, нажмите Q и Memory. Вы можете установить до 10 точек на трек. Активные петли автоматически включаются, как только до них доходит точка воспроизведения. Также возможно использование обратного отсчета и в Rekordbox. Установите петлю, нажмите кнопку Memory и затем Active. Помимо последнего действия, все как обычно. Вы можете воспроизвести экспорт данных и видеть обратный отсчет на плеере. Если вы установили новые точки на плеере, то вы можете загрузить их в Rekordbox. Подсоедините устройство, нажмите правую клавишу мыши и затем Update. Лучше всего отметить точками брейкдауна, начало подъемов, аутро и другие части трека. Установка на аутро активной петли дает большую свободу при микшировании со следующим треком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...